Разрушенные дома, уничтожена инфраструктура и постоянные минометные обстрелы, артиллерия и тяжелое вооружение. Так живет Бахмут последние пять месяцев. Раньше город был в тылу, но после того, как российские войска захватили Северодонецк и Лисичанск, они начали активное наступление на Бахмут, не щадя ни оружия, ни людей. И город превратился в поле битвы. Мы понимаем, что Бахмут нужен Путину в подарок к Новому году. И именно поэтому они здесь создали такое кровавое месиво. Из-за кровопролитных боев с обеих сторон битву за Бахмут уже называют мясорубкой. Присели, присели. Присели, присели. А вот вам близко. Менее 500 метров. Невероятно, как этот город в течение месяцев остается центром боевых действий. С оперативной и военной точки зрения на сегодняшний день это также не совсем понятно. Конечно, возникает вопрос, почему несколько месяцев маленький город и его окрестности так защищают. За что проливается столько крови и военных, и несчастных мирных жителей? У меня есть только одно объяснение. Дело в невероятной символической важности Бахмута для дальнейшего хода боевых действий и успеха обеих сторон. Украина дает понять, что может не только отстоять собственные территории, но и вернуть их обратно. Так объясняет эту символичность австрийский генерал. В то же время российская армия хочет продемонстрировать, что может завоевать любые территории, которые сочтет нужными любой ценой. Третий аспект, который нельзя недооценивать, это роль группировки ЧВК Вагнера. Она очень активно участвует в боях за Бахмут и стремится, с одной стороны, продемонстрировать Украине, что вагнеровцы сильнее регулярных российских войск, а с другой показать политическому руководству России, что именно они – мощное оружие, сильнейший козырь в этой борьбе. Поэтому Кремлю после ряда поражений на Харьковском и Херсонском направлениях во что бы то ни стало нужна стратегическая победа. Для этого он не только бросает в бой большое количество мобилизованных, теперь он изменил тактику. По данным британской разведки, ЧВК Вагнера разработало наступательную тактику, чтобы использовать завербованных осужденных, которые плохо обучены. Отдельным бойцам, вероятно, выдают смартфоны или планшеты, на которых отмечены ось продвижения и цель нападения, наложенные на коммерческие спутниковые изображения. А командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по рации, получая информацию с беспилотников. Министерство обороны Великобритании об этом писало в своем твиттере. Отдельным лицам и частям приказано передвигаться по заранее намеченному маршруту, часто при огневой поддержке, но реже вместе с бронетехникой. Наемники Вагнера, отклоняющиеся от своих маршрутов без разрешения, предположительно оказываются под угрозой расстрела. Эта жестокая тактика направлена на сохранение немногочисленного актива ЧВК Вагнера в лице опытных командиров, а также бронетехники за счет более доступных новобранцев из заключенных, которых организация оценивает как расходный материал. Они больше не атакуют масштабно по всему фронту, а пробуют продвигаться меньшими группами. Это тактика своеобразных уколов шпилькой, которая лишает сторону обороны возможности развернуть силы для массированного удара, заставляя распределять их. А распределение военных сил – это всегда очень опасный момент в любом бою. Это означает, что перед ВСУ стоит задача сохранить сплоченность оборонных подразделений, а не попасть на тактические уловки противника. Например, отправив силы не на тот участок фронта, где будет нанесен основной удар, а в трех-пяти километрах от него. По словам военного журналиста Юрия Бутусова, новая тактика – это тактика ползучего пехотного наступления. В начале войны именно украинская армия проводила такое позиционное пехотное наступление, реализовывала тактику пехотной войны. Россияне пытались действовать сосредоточенными усилиями, такими соединениями частями бронетанковых войск, пытались использовать для прорывов прежде всего бронетехнику и артиллерию. На первом этапе – бронетехнику, на втором этапе – артиллерийское наступление, то есть артиллерию. Сейчас в России закончились все запасы боеприпасов. У них теперь большие проблемы даже с восстановлением артиллерийских стволов. Уничтожена большая часть новой бронетехники, которую они теперь не могут восстановить. Поэтому россияне сделали ставку тоже на пехотную войну. Из-за такого наступления большими силами пехоты на широком фронте российские войска несут ощутимые потери, но продолжают искать слабые места в обороне ВСУ и пытаться продвигаться дальше. Бахмут – стратегически важный город Донбасса не только для России, но и для Украины. Это очень удобный рубеж для обороны, находящийся на гряде высот. А еще важный коммуникационный узел. Если Россия его захватит, это может стать хорошим плацдармом для наступления на остальные территории Донецкой области. Если представить себе, что противник захватил бы Бахмут, пришлось бы отступать из целого района обороны. Нам пришлось бы одновременно покинуть города Солидар, Северск и значительный ряд деревень. Это значительно улучшило бы стратегическое положение врага и позволило бы ему дальше, в очень хороших условиях, продвигаться на Славянско-Краматорский узел. А эти города – фактически ворота, ключ к Донбассу. То есть они находятся в таком месте, которое соединяет Слобожанщину и Донбасс. Поэтому, конечно, для нас стратегически это очень важный и принципиальный вопрос – не допустить врага в Бахмут. В Бахмуте ежедневно погибают не только военные, но и гражданские. По неофициальным данным, сейчас здесь проживают от 10 до 15 тысяч человек. Раньше местное население насчитывало 70 тысяч. Оставшиеся выживают как могут, рассказывает недавно вернувшаяся из города журналистка Ольга Кириленко. Люди жгут во дворах костер. У тех, у кого есть буржуки, греются ими. У кого нет, делают такие самодельные плиты из кирпича и из металла. И греют там себе воду для чая или даже варят суп. В основном люди собираются вместе, то есть весь двор собирается вокруг одной плиты и так готовят себе еду. Я вышла подогреть суп и чай. Пески у нас нет, бургуйки нам не дают, не везут. Приходится вот такую домашнюю плитку делать и заниматься. Машины слушают печатать о воде. Слабо живем, пенсии маленькие, потому мы тут и остались. Вот у него тысяча пенсий, у меня 2 500. Как можно ехать куда-то с такими деньгами? Многие мосты разрушены, света и связи нет, а за гуманитарной помощью нужно идти в центр города. Район мясокомбинат. Короче, переправы все у нас разрушенные. Есть пенсионеры, есть люди просто пожилые. Дойти в город очень нереально. Идут и по коленам в грязи, и через кладочку. Там мостик такой ветхий-ветхий, что еле-еле люди перебираются. На наш район считается серой зоной. У нас уже ни скорая помощь, ни пожарная не приезжает. Хлеб тоже к нам уже не привозят. Но выживаем то, как может. А из-за морозов температура в домах опускается почти до нуля. Многие местные не хотят уезжать из родного города. Светлана – одна из них. Она не только не падает духом, но и согревает украинских военных. Варит им кофе и чай. Мы за Збройные силы Украины, мы за свою Украину, любимую Украину, родную. Ее никогда не оставим. Нашу землю родную. Продолжение следует...